Иван Тургенев Бирюк Иван Тургенев Передо мной, между густыми кустами орешника, уже залитыми мраком, я продвигался вперед с трудом. Дрожки прыгали по твердым корням столетних дубов и лип, беспрестанно пересекавшим глубокие продольные рытвины, следы тележных колес. Лошадь моя начала спотыкаться. Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья забушевали, крупные капли дождя резко застучали, зашлепали по листьям, сверкнула молния, и гроза разразилась. Дождь палил ручьями. Я поехал шагом и скоро принужден был остановиться. Лошадь моя вязла, я не видел низги. Иван Тургенев Я назвал себя. Ага, знаю. Вы домой едете? Домой. Да видишь, какая гроза. Да, гроза, — отвечал голос. Белая молния озарила лесника с головы до ног. Трескучий и короткий удар грома раздался тотчас след за нею. Дождик хлынул с удвоенной силой. Не скоро пройдет, — продолжал лесник. — Что делать? Я вас, пожалуй, в свою избу проведу, — отрывисто проговорил он. Сделай одолжение. Извольте сидеть. Он подошел к голове лошади, взял ее за узду и сдернул с места. Мы тронулись. Я держался за подушку дрожек, которые колыхались, как в море челнок, и кликал собаку. Бедная моя кобыла тяжко шлепала ногами по грязи, скользила, спотыкалась. Лесник покачался перед оглоблями направо и налево, словно привидение. Мы ехали довольно долго, и наконец мой проводник остановился. — Вот мы и дома, барин, — промолвил он спокойным голосом. Калитка заскрепела, несколько щенков дружно залаяло. Я поднял голову и при свете молнии увидал небольшую избушку посреди обширного двора, обнесенного плетнем. Из одного окошечка тускло светил огонек. Лесник довел лошадь до крыльца и застучал в дверь. — Сейчас, сейчас! — раздался тоненький голосок, послышался топот босых ног, засов, заскрепел, и девочка лет двенадцати в рубашонке, подпоясанная по кромкой, с фонарем в руке, показалась на пороге. — Посвяти барину, — сказал он ей. — А я ваши дрожки под навес поставлю. Девочка глянула на меня, пошла в избу. Я отправился вслед за ней. Изба лесника состояла из одной комнаты, закоптелой, низкой и пустой, без палатей и перегородок. Изорванный тулуп висел на стене. На лавке лежало одноствольное ружье. В углу валялось грудотряпок. Два больших горшка стояли возле печки. Лучина горела на столе, печально вспыхивая и погасая. На самой середине избы висела люлька, привязанная к концу длинного шеста. Девочка погасила фонарь, присела на крошечную скамейку и начала правой рукой качать люльку, левой поправлять лучину. Я посмотрел кругом. Сердце во мне заныло. Не весело войти ночью в мужицкую избу. Ребенок в люльке дышал тяжело и скоро. — Ты разве одна здесь? — спросила я девочку. — Одна, — произнесла она едва внятно. — Ты лесникова дочь? — Лесникова, — прошептала она. Дверь заскрипела, и лесник шагнул, нагнув голову через порог. Он поднял фонарь с полу, подошел к столу и зажег светильню. — Чай не привыкли к лучине, — проговорил он. И тряхнул кудрями. Я посмотрел на него. Редко мне случалось видеть такого молодца. Он был высокого роста, плечист, сложен на славу. Из-под мокрой, замашенной рубахи выпукло выставлялись его могучие мышцы. Черная курчавая борода закрывала до половины его суровое, мужественное лицо. Из-под сросшихся широких бровей смело глядели небольшие карие глаза. Он слегка уперся руками в бока и остановился передо мною. Я поблагодарил его и спросил его имя. — Меня зовут Фомой, — отвечал он, — а по прозвищу — Бирюк. — А, ты Бирюк. Я с удвоенным любопытством посмотрел на него. От моего Ермолая и от других я часто слышал рассказы о леснике Бирюке, которого все окрестные мужики боялись, как огня. По их словам, не бывало еще на свете такого мастера своего дела. Вязанку хворосту не даст утащить в какую бы ни было пору, хоть в самую полночь нагрянет, как снег на голову, и ты не думай сопротивляться, силен, дескать, и ловок, как бес, и ничем его взять нельзя, ни вином, ни деньгами, ни на какую приманку не идет. Уж ни раз добрые люди его жить со света собирались. Да нет, не дается. Вот как отзывались соседние мужики о Бирюке. — Так ты Бирюк, — повторил я. Я, брат, слыхал про тебя. Говорят, ты никому спуску не даешь. — Должность свою справляю, — отвечал он угрюмо. — Даром господский хлеб есть не приходится. Он достал из-за пояс топор, присел на пол, начал колоть лучину. — Альтехозяйки нет, — спросил я его. — Нет, — отвечал он, — сильно махнул топором. — Умерла, знать? — Нет. — Да. — Умерла, — прибавил он, — и отвернулся. Я замолчал. Он поднял глаза и посмотрел на меня. — С прохожим мещанином сбежала, — произнес он с жестокой улыбкой. Девочка потупилась. Ребенок проснулся и закричал. Девочка подошла к люльке. — На, дай ему, — проговорил Бирюк, сунув ей в руку запачканный рожок. — Вот и его бросила, — продолжал он в полголоса, указывая на ребенка. Он подошел к двери, остановился и обернулся. — Вы, чай-барин, начало нашего хлеба есть не станете, а у меня, кроме хлеба, я не голоден. — Ну, как знаете, самовар бы я вам поставил, да? Чаю у меня нету. Пойду посмотрю, что ваше лошадь. Он вышел и хлопнул дверью. Я в другой раз осмотрелся. Изба показалась мне еще печальнее прежнего. Горький запах остывшего дыма, неприятно стеснил мне дыхание. Девочка не трогалась с места и не поднимала глаз. Мизредка подталкивала она люльку, робко наводила на плечо спускавшуюся рубашку, а ее голые ноги висели, не шевелясь. — Как тебя зовут? — Улитый, — проговорила она еще более понуре, — свою печальную личику. Лесник вошел и сел на лавку. — Гроза проходит, — заметил он после небольшого молчания. — Коли прикажете, я вас из лесу провожу. Я встал. Бирюк взял ружье и осмотрел полку. — Это зачем? — спросил я. — А в лесу шалят. У кобыли его вверху дерево рубят, — прибавил он в ответ на мой вопрошающий взор. — Будто отсюда слышно. — Со двора слышно. Мы вышли вместе. Дождик перестал. В отдалении еще толпились тяжелые громады туч, изредка вспыхивали длинные молнии, но над нашими головами уже виднелось кое-кде темно-синее небо. Звездочки мерцали сквозь жидкие, быстро летевшие облака. Очерки деревьев, обрызганных дождем и взволнованных ветром, начинали выступать из мрака. Мы стали прислушиваться. Лесник снял шапку и потупился. — О, вот, — проговорил он вдруг и протянул руку. — Видишь, какую ночку выбрал? Я ничего не слышал, кроме шума листьев. Бирюк вывел лошадь из-под навеса. А это я, пожалуй, прибавил он слух и прозеваю его. — Я с тобой пойду. Хочешь? — Ладно, — отвечал он. И попятил лошадь назад. Мы его духом поймаем. А там я вас провожу. Пойдемте. Мы пошли. Бирюк впереди, я за ним. Бог его знает, как он узнавал дорогу, но он останавливался только изредка. И для того, чтобы прислушиваться к стуку топора. — Видишь? — барбантал он сквозь зубы. — Слышите? Слышите? — Ты где? Бирюк пожимал плечами. Мы спустились во враг. Ветер затих на мгновение. Мерные удары ясно достигали моего слуха. Бирюк глянул на меня и качнул головой. Мы пошли далее по мокрому папоротнику к крапиве. Глухой и продолжительный гул раздался. Повалил, — пробормотал Бирюк. Между тем небо продолжало расчищаться. В лесу чуть-чуть светлело. Мы выбрались, наконец, из-за врага. — Подождите здесь, — шепнул мне лесник, нагнулся. И, подняв ружье, кверху исчез между кустами. Я стал прислушиваться с напряжением. Сквозь постоянный шум ветра чудились мнения вдалеке слабые звуки. Топор осторожно стучал по сучьям. Колеса скрипели. Лошадь выркала. — Куда? — Стой! — загремел вдруг железный голос Бирюка. Другой голос. Закричал жалобно, позаичь. Началась борьба. — Врешь, врешь! — твердил, задыхаясь Бирюк. — Не уйдешь! — Я бросился в направлении шума и перебежал, спотыкаясь на каждом шагу на место битвы. У срубленного дерева на земле копошился лесник. Он держал под собой вора и закручивал ему кушаком руки на спину. Я подошел. Бирюк поднялся и поставил его на ноги. Я выдал мужика, мокрого, в лохмотьях, с длинной, растрепанной бородой. Дрянная лошаденка, до половины закрытая в угловатой рогожей, стояла тут же вместе с тележным ходом. Лесник не говорил ни слова. Мужик тоже молчал и только головой потряхывал. — Отпусти его! — шепнула я на ухо Бирюку. — Я заплачу за дерево. Бирюк молча взял лошадь за челку, левой рукой, правой он держал вора за пояс. — Ну, поворачивайся, ворона! — промолвил он сурово. — Топорик-то вон возьмите! — пробормотал мужик. — Зачем ему пропадать? — сказал лесник и поднял топор. — Мы отправились. Я шел позади. Дождик начал опять накрапывать и скоро палил ручьями. С трудом добрались мы до избы. Бирюк бросил пойманную лошаденку посреди двора, ввел мужика в комнату, ослабил узел кушака и посадил его в угол. Девочка, которая заснула, была возле печки, вскочила и с молчаливым пыспугом стала глядеть на нас. Я сел на лавку. — Эк, его какой палил! — заметил лесник. — Переждать придется. — Не хотите ли прилечь? — спасибо. — Я бы его для вашей милости в чуланчик запер, — продолжал он, указывая на мужика. — Да, видишь, засов! — Оставь его тут, не трогай! — перебил я Бирюка. Мужик глянул на меня из-под лобья. Я внутренне дал себе слово, чтобы во что бы то ни стало освободить бедняка. Он сидел неподвижно на лавке. При свете фонаря я мог разглядеть его испятое морщинистое лицо, нависшие желтые брови, беспокойные глаза, худые члены. Девочка улеглась на полу у самых его ног и опять заснула. Бирюк сидел возле стола, попершись головой на руки. Кузнечик кричал в углу. Дождик стучал по крыше и скользил по окнам. Мы все молчали. — Фома Кузьмич! — заговорил вдруг мужик голосом, глухим и разбитым. — А, Фома Кузьмич! — Чего тебе? — Отпусти! — Бирюк не отвечал. — Отпусти! — С голодухи! — Отпусти! — Знаю я вас, — угрюмо возразил лесник. — Ваша вся слобода такая, вор на воре. — Отпусти! — твердил мужик. — Приказчик! — Разорены! Во как! — Отпусти! — Разорены! Воровать никому не след! — Отпусти, Фома Кузьмич! Не погуби! — Ваш, сам знаешь, заезд! Во как! Бирюк отвернулся. Мужика подергывало, словно лихорадка его колотила. Он встряхал головой и дышал неровно. — Отпусти! — повторял он с унылом отчаянием. — Отпусти! Ей-богу, отпусти! Я заплачу! Во как! Ей-богу! Ей-богу! С голодухи! Детки пищат! Сам знаешь! Круто! Во как приходится! — А ты все-таки воровать не ходи! — Лошаденку! — продолжал мужик. — Лошаденку-то! Хоть ее-то! Один живот и есть! Отпусти! — Говорят, нельзя! Я тоже человек подневольный! Меня взыщут! Вас баловать тоже не приходится! — Отпусти! — Знаю я вас! — Да отпусти! — Говорит, да что с тобой толковать! Иди смирно! А то у меня знаешь... Не видишь, что ли, барина? Бедняк потупился. Бирюк зевнул и положил голову на стол. Дождик все не переставал. Я ждал, что будет. Мужик внезапно выпрямился. Глаза у него загорелись, и на лице выступила краска. — Ну на, ешь! На! Подавись! На! Начал он, прищурив глаза и опустив углы губ. На, душегубица, каянный, пей христианскую кровь! Пей! Лесник обернулся. — Тебе, говорю, тебе, азиат, кровопийца, тебе! Пьян ты, что ли, что ругаться вздумал, заговорил с изумлением. Лесник, с ума сошел, что ли? Пьян! Не на твои деньги, душегубица, каянный! Зверь, зверь, зверь! Ох ты, да я тебя! А мне что, все едино пропадать? Куда я без лошади пойду? Пришиби один конец, что с голодом, что так, все едино! Пропадет все, жена, дети, околивай все! А до тебя погоди, доберемся! Бирюк приподнялся. — Бей! Бей! Подхватил мужик свирепым голосом. Бей! На! На! Бей! Девочка торопливо вскочила с полу и уставилась на него. Бей! Бей! — Молчать! Загремел лесник и шагнул два раза. Полно, полно! Фома закричал я. Оставь его! Бог с ним! Не стану я молчать! Продолжал несчастный. Все едино околевать-то, душегубец ты! Зверь, погибели, на тебя нету! Да постой! Недолго тебе царствовать! Затянут тебе глотку! Постой! Бирюк схватил его за плечо. Я бросился на помощь мужику. — Не троньте, барин! — крикнул на меня лесник. Я бы не побоялся его угрозы. Уже протянул было руку. Но к крайнему моему изумлению он одним поворотом сдернул с локтей мужика к ушак, схватил его за шиворот, захлобучил ему шапку на глаза, растворил дверь и вытолкнул его вон. — Убирайся к черту! Со своей лошадью закричал ему вслед. — Да смотри, в другой раз у меня! Он вернулся в избу и стал копаться в углу. — Ну, Бирюк! — промолвил я наконец. — Удивил ты меня! — Да я вижу славный малый! — Эй, полный тибарин! — перебил он меня за досадой. — Не извольте только сказывать! — Да уж я лучше вас провожу, — прибавил он. — Знать, дождик-то вам не переждать! На дворе застучали колеса мужицкой телеги. — Ишь, — поплелся, — пробормотал он. — Да я его! Через полчаса он простился со мной на опушке леса. — Продолжение следует...